Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Сегодня, как и обещали, мы обратимся с вами и увидим, как же дьяволу удалось осуществить свое влияние на Адама через Еву. И попробуем, глядя на этот пример, разобраться, кто здесь виновен, а кто невиновен, кто хороший, а кто плохой. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И, конечно же, перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Твоем служении, Святой Дух, Дух премудрости, откровения и ведения. Мы принимаем Твое служение. Да будут глаза наши видеть, да будут уши наши слышать, и да разумеет наше сердце все то, что Ты, Отец, приготовил нам сегодня в Твоем Слове. А мы принимаем и благодарим во имя Иисуса. Аминь». Аминь. И, кстати, наш совет всем, кто прослушивает этот подкаст в аудиоформате, мы крайне рекомендуем вам, найдите этот подкаст в Ютубе, потому что те визуализации, которые мы вам предлагаем, они как раз и предназначены, чтобы максимально помочь вам в изучении этого вопроса. Итак, когда Ева приходит к Адаму, то что сейчас видит перед собой Адам? Адам сейчас видит свою жену, которая держит в своих руках плоды, которые она нарвала с дерева, с которого Господь запретил. Итак, Адам видит перед собой жену, которая была не в том месте, где ей должно было быть, которая сделала то, что не должна была делать, и которая сейчас говорит ему то, что противоречит мнению Бога. И перед нами стоит вопрос, а что в этот момент думает Адам? Как он на это смотрит? Как он это оценивает? Потому что детального описания в Библии мы с вами не обнаруживаем. О чем он думает? Какие варианты решений проносятся в его голове? Нет всего этого. Но чтобы нам найти максимально ясный ответ, давайте рассмотрим то, что мы с вами однозначно знаем, находится в его доступе. Чем он обладает? Опять же, глядя на нашу визуализацию, мы с вами помним, он наделен властью, да? Есть. Его власть включает в себя управление и суд на основании мнения Бога. И вот сейчас перед его глазами открывается очевидный для него внешний сбой в управлении. И о чем прежде всего должен был бы сказать Адаму вот этот внешний сбой в управлении? Можем ли мы сказать, что Ева находится под властью Адама? Она же его помощник, да? Он все равно рассматривается в позиции руководителя, в позиции того, кто прежде наставлял Еву, передавал ей слово, которое он получил от Бога, о том, что не вкушает дерево познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Вот что перед нами. От кого это к нам пришло? Адам знакомил Еву с каждым творением, которому он прежде давал имена. Мы можем смело с вами рассматривать Адама как того, кто был над Евой и оказывал определенное влияние на образ ее мышления. Или, если использовать этот термин, Ева находилась под определенного рода управлением. Управлением кого? Адама. И сейчас Адам обнаруживает, что сбой в своем управлении. Тот, кто ему подотчетен, да, он не сделал так, как должно, не был там, где должно, и сейчас противоречит тому, что прежде я как руководитель утверждал. Это очевидный внешний сбой. Но в чьем управлении? В управлении Адама. Если задать вопрос, и что надо было в первую очередь делать Адаму, обнаружив сбой в его управлении? Адаму в первую очередь нужно было отправиться вначале именно внутрь самого себя, чтобы увидеть, где я допустил ошибку, которая могла привести к этому сбою. Понимаете, первый суд, с которого все должно было начинаться, это суд именно внутри себя, где я что-то со своей стороны упустил, не усмотрел, проигнорировал или к чему-то был беспечный. Но если задать следующий вопрос, а каким образом Адам и Ева могли совершить вот этот первый суд внутри самих себя, то ответ на этот вопрос нас привел бы к следующему. Осуществить суд на этой территории возможно было только через их общение с Богом. Что я не усмотрел? Где я не обращался к твоему совету? В чем мое упущение? Единственное, каким образом человек мог совершить этот первый суд, номер один, внутри себя, это только через общение с Богом. И только после этого разговора, когда Бог бы объяснил, где упущение, в чем упущение, Адам бы мог навести порядок, как в своем понимании, так же уже затем и перейти к следующему этапу – осуществить праведный суд в отношении своего ближнего. А этот суд в результате бы привел и к разоблачению главного преступника, который находился в мире духовном. Но вы видите, насколько взаимосвязаны вот эти главные составные. Управление, суд, совершение суда на территории внутри себя через общение с Богом. Не просто через аналитику в своем уме. Давай-ка я сейчас проанализирую, что же я упустил. Нет. Изначально все было задумано. Вести управление через общение, через поиск мнения Бога. Он же главный творец и создатель. Он же совершенно знает, как работает, как функционирует и как завязывать всю структуру его творения. Поэтому как возможно получать какие-то уточнения или вносить корректировки только непосредственно с тем, кто является автором и создателем этого. То есть, другими словами, в жизни человека его фокус всегда должен был направлен быть на Бога. Ему стоило искать мнение Бога в первую очередь. Узнавать его взгляд на ту или иную ситуацию. И делать это не просто в теории, что я согласен, идея неплохая. А именно учиться отрабатывать этот навык в ежедневной практической жизни. Снова и снова корректируя и поправляя свой фокус, возвращая на Бога. Что Бог здесь главный. Он создатель. Он есть любовь. У него есть идеальный план для нас. Он поместил нас в идеальные условия уже. И для того, чтобы эти идеальные условия продолжали быть таковыми, здорово будет регулярно обращаться к нему же, то есть к Богу. И за советами в том, как практически поддерживать все это в таком же идеальном состоянии. Вы скажете, ну это было тогда. Ну это Адам и Ева. Ну это Едемский сад. Ну что тут общего со мною сегодня? Я же не ем от дерева познания добра и зла. Я же не делаю вот того всего, что сделали эти персонажи. Зачем мне сюда вникать и вот так все досконально раскладывать? Да потому что эти же принципы сбоя во всех этих деталях мы с вами осуществляем в наших повседневных буднях. Да, сюжеты могут быть разными, но принципы и законы остались теми же. Каждый из вас, вы занимаете какую-то позицию власти. Нет ни одного человека, кто нас сейчас слушает, который бы не был в своей степени наделен позицией власти. Даже если вы не руководитель производства, у вас все равно есть своя позиция, в которой вы являетесь управителем. И у вас есть власть совершить суд над тем, над чем вы поставлены в управлении. Если вы родитель, под вашей властью находятся дети. Если вы муж, под вашей властью находятся ваша жена и ваши дети. Даже если вы не замужем и вы одинокий, у вас все равно есть территория вашей власти, где вам дано право вести управление и суд. Но опять же, глядя на ту территорию, где вам дана власть совершать управление, вы же также можете обнаруживать наличие внешних сбоев в вашем управлении. Глядя на внешние сбои в вашем управлении, знаете, что вы обычно с этим делаете? Как правило, никакому человеку не нравится признавать свои упущения в своем управлении. Как правило, нам свойственно искать виноватых вокруг нас. Мы быстро можем найти объяснение, почему у нас не получилось то или иное, почему у нас произошел сбой, почему я вовремя не приехал на работу, потому что водитель ехал медленно и светофоры загорались слишком часто. Нет, потому что вы не поставили будильник и не вышли заранее из дома, чтобы вовремя приехать на работу. Но нам ближе вариант номер один. Найти оправдание своему некачественному управлению, обозначая виноватым кого-то другого. Итак, возвращаясь к Адаму и к его реакции на внешний сбой, который сейчас перед ним становится очевидным, мы видим важную развилку, перед которой он становится. И мы видим, что он не идет по пути общения с Богом, не ищет мнение Бога, чтобы осуществить изменения в своем управлении, чтобы знать, как правильно что-то исправить с тем, что произошло. Он не идет в общение с Богом. Не просто потому, что поленился. Нет. Потому что, как вы помните, дьявол параллельно с искушением «вкусите от дерева познания добра и зла» проносил главную идею – Бог не тот, за кого себя выдает, или как вы о нем прежде думали. Первое, куда бил дьявол – это на искажение образа Бога. Поразить доверие к Богу. Дискредитировать Бога прежде всего в глазах Евы, в глазах Адама. Почему? Да потому, что как только ему удастся внести недоверие к Богу, человек не захочет идти в общение, чтобы понять, где был сбой в управлении, как правильно все исправить, как правильно совершить суд. Дискредитируя образ Бога, ему удастся сделать так, чтобы человек перечеркнул мнение Бога и все. Удалив эту главную составную – хождение в общение, поиск общения, нужда в общении с Богом. Удалив эту составную – все остальное начнет автоматически приходить к дальнейшему сбою. Вы спросите, а какая вторая развилка стояла перед Адамом? Первая была отправиться в общение с Богом, а вторая, по которой он пошел, отказываясь доверять Богу – это путь независимых размышлений. Я подумаю сейчас над тем, что сказала Ева. Я поразмышляю на той версии, которую она мне сейчас озвучила. Этот путь в результате привел как Еву, так и Адама к чему? К удалению мнения Бога из своего сердца и прихода к согласию с мнением врага. А это, в свою очередь, привело в действие новую систему жизни, в которой воля дьявола начала осуществляться через его взаимодействие с человеком. Вы скажете, ну хорошо, а если бы Адам, видя то, что произошло, тут же отправился в общение с Богом и сказал, Господь, что произошло? Где я не усмотрел? Где в моем управлении произошел сбой? Чего я не усмотрел? Как бы Бог ввел себя с Адамом? Бог бы вышел с ним в общение. Как вы думаете, с какой целью? С целью помочь отделиться. Помните, в прошлом выпуске мы говорили, главная цель служения Бога – это прежде всего помочь человеку отделиться от зла, с которым он прежде соединился. Потому что желание Бога не в том, чтобы осуществлять постоянно карательные действия. Сделал зло – получи. Сделал зло – получи. И я только и получаю удовольствие от постоянных наказаний. Нет. Желание Бога номер один – это спасение человека, помочь ему отделиться даже тогда, когда он допустил и пришел в согласии с какой-то ложью или с каким-то злом. Поэтому вокруг чего было бы общение Бога с Адамом? Вокруг того, как помочь Адаму и как помочь Еве отделиться от той лжи, которая сейчас вошла в их семью. И Бог бы наставил Адама, где нужно внести изменения в его управление и как правильно совершить суд. Но Адам не пошел этим путем. И отказавшись идти в общение с Богом, в результате он автоматически открыл себя для общения с Искусителем, что привело и его в согласие с той ложью, которую прежде дьяволу удалось пронести в Еву. Вот те мысли, которыми мы хотели поделиться с вами в этом выпуске. Верим, что вы можете для себя здесь взять многие практические шаги для применения. Вы можете поделиться своими откровениями, поделиться практическими шагами, которые вы взяли для себя. Это может послужить также назиданием и для других участников. А в чате Bible в Телеграме также еще каждую субботу в 14.00 по киевскому времени мы подводим итоги общей тематики подкаста в неделе, рассматриваем вопросы, обсуждаем их и, конечно же, назидаемся в вере. Поэтому всем желающим добро пожаловать. Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда открыт для того, чтобы общаться с нами, помогать нам, наставлять нас, увещевать, исправлять, корректировать, утверждать нас в истине. Ты всегда открыт. И через жертву Твоего Сына нам всегда открыт вход в Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за это. Помоги нам ходить в Твоей власти и вести наше управление в совершенном согласии с Твоим мнением. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений! Субтитры создавал DimaTorzok